Продолжение следует... Для замещения дефектов зубного ряда, когда невозможно применение мастовидных, бюгельных протезов или ортопедическое лечение с помощью имплантов. При удалении большого количества зубов одномоментно. При отсутствии даже одного зуба. Это эстетический протез. При тяжелом общесоматическом состоянии человека, который нуждается в протезах. При аллергической реакции на металлические сплавы. Частично съемный пластиночный протез состоит из нескольких элементов. Из базиса, чаще всего пластмассового, искусственных зубов и удерживающих элементов. Чаще всего это кламеры. Основные материалы, которые используются при изготовлении частичных съемных пластиночных протезов. Это пластмасса, базисная пластмасса, горячая полимеризация. Фторакс – это крил, искусственный базис. Пластмассовые или фарфоровые зубы заводского изготовления. Кламера – заводские заготовки или ортопедическая проволока из нержавеющей стали или сплавов. Фиксация. Фиксация – это удержание протеза на челюстях в состоянии покоя. Выделяют такие виды фиксации. Классификация по Ваяновым. Механический вид фиксации. Это фиксация, которая достигается при помощи механических приспособлений. Используются в данной ситуации кламеры, телескопические коронки, балки, замковые системы фиксации. Биомеханический вид. Это анатомическая ретенция. Для фиксации используются анатомические образования протезного ложа верхней и нижней челюсти. Глубина нёба, наличие верхнечелюстных бугров и альвеолярных гребней и т.п. Также еще существуют физические виды фиксации. Он предусматривает использование явлений адгезия, то есть прилипания. Силы сцепления, возникающие между двумя хорошо пришлифованными пластинками из стекла или другого материала, получили название адгезия. И особенно сильно проявляются тогда, когда между пластинками находится тонкий слой жидкости. Подобные условия возникают в полости рта между протезом и слизистой оболочкой протезного ложа. Величина этих сил тем больше, чем больше площадь их соприкосновения. Адгезия тем больше, чем тоньше слой слюны под протезом. Еще один вид фиксации – это геофизический вид фиксации. Это функциональное присасывание за счет создания замыкающего клапана. Основную роль в обеспечении фиксации протеза играют механическая фиксация камера, анатомическая ретенция – это зона поднутрения в области сохранившихся зубов. Также хорошо сохраненный альвеолярный отросток, глубокая неба, хорошо выраженные альвеолярные бугры. Также роль играет адгезия. Существует классификация кламеров. Кламер само по себе – это слово немецкого происхождения, которое означает «крючок». Кламеражи различают по материалу. По материалу они бывают металлические, пластмассовые или комбинированные. По месту прилегания – зубные, десневые, зубодесневые. По форме различают круглые, полукруглые и ленточные. По методу изготовления они бывают штампованные, гнутые и литые. По функции – удерживающие, опорные и опорно-удерживающие. Также классификация по обхвату зуба – это одноплечевые, двуплечевые, двойные, кольцеобразные и перекидные, многозренивые, то есть непрерывные. По методу соединения с базисом бывает жесткое, пружинящее, суставное соединение или желобильное. На данном слайде мы можем увидеть примеры некоторых кламеров, которые были представлены в классификации. В зависимости от количества зубов, которые используют для фиксации кламера, различают точечную, линейную и плоскостную фиксацию. Точечная фиксация подразумевает собой использование одного кламера. Линейная. Используются два кламера. Линия, которая соединяет кламеры в протезе, называется кламерной линией. Привлечая диагональную, трансферзальную и сагитальную кламерные линии. Также существует плоскостная фиксация. При ней используются три и более зубов. На данном слайде мы видим точечную фиксацию, при которой применяется один кламер. А здесь у нас представлена линейная фиксация и направление кламерных линий. Кламерная линия является осью, вокруг которой может происходить вращение протеза. Наименее выгодным направлением кламерной линии считается сагитальное одностороннее направление. Особенно на верхней челюсти, когда эффект опрокидывания протеза и опасность перегрузки опорных зубов особенно сильно выражены. На нижней челюсти наилучшие условия для фиксации протеза наблюдаются при поперечном или трансферзальном направлении кламерной линии. На верхней челюсти оптимальным считается диагональное направление кламерной линии. Здесь мы можем увидеть плоскостную фиксацию, используя три и более кламера. Кламерная система является удовлетворительной, если она осуществляет фиксацию в одинаковой степени на всех опорных зубах. Также, если исключает опрокидывание или вращение протеза, не увеличивает межавиолярную высоту на оккульзионных накладках, минимально нарушает эстетические нормы, и кламеры не создают травматическую оккульзию. Существуют определенные требования, которые предъявляются к опорным зубам. Опорные зубы должны быть устойчивыми, зубы должны иметь выраженную анатомическую форму, также достаточную высоту клинической коронки, учитывать взаимоотношения опорного зуба с антагонистами, то есть элементы кламеров не должны завышать прикус, не должны иметь воспалительных изменений в периопекальных тканях. Для кламерной фиксации непригодны зубы с низкой или конусовидной коронкой. Также непригодны зубы, которые имеют обнаженную шейку и резкое нарушение соотношения длины клинической коронки и корня. Показания к покрытию опорных зубов искусственными коронками являются аномальная форма зуба или разрушение его кариеса, обнажение шейки, вызывающее удлинение клинической коронки, гиперстезия эмали, наклон зуба в сторону дефекта, нарушающие параллельности опор. В конструкциях частичных съемных пластиночных протезов широко используются гнутые проволочные кламера. Данный вид кламера состоит из плеча, тела и отростка. Теперь более подробно рассмотрим каждый элемент. Плечо кламера – это упругая часть кламера, которая располагается в зоне между экватором и шейкой зуба. Плечо кламера должно плотно прилегать к поверхности опорного зуба на всем протяжении и повторять его конфигурацию. Тело – это жесткая часть кламера, которая соединяет плечо с отростком кламера. Тело располагается на контактной поверхности зуба в области его экватора. Также имеется отросток. Отросток – это часть кламера, с помощью которой он укрепляется в базисе протеза. Общие требования к кламеру. Прежде всего, кламер должен обладать хорошими удерживающими свойствами как при покое протеза, так и во время его функционирования. Хорошо выраженные выженящие свойства обеспечивают прохождение кламера через экватор без деформации и сохраняют при этом необходимые удерживающие способности. Кламер не должен оказывать вредного влияния на твердые ткани зуба и парадонт, изменять своих свойств в полости рта, препятствовать акклюзионным взаимоотношениям от агонирующих зубов, нарушать эстетику и обладать способностью подвергаться активации. Границы базиса частичного съемного протеза. Величина базиса в зависимости от числа сохранившихся зубов, степени антрофии альвеолярной части, выраженности сведок твердого неба, степени податливости слизистой оболочки, наличие небного торуса. Чем меньше сохранилось зубов, тем больше размер имеет базис. И наоборот, чем больше зубов, тем меньше базис. Границы базиса съемного протеза на верхней челюсти. С щечной и губной поверхности край базиса протеза в области отсутствующих зубов проходит не доходя до самой глубокой точки переходной складки на 0,5-1 мм, обходя уздечку верхней губы и подвижные тежи слизистой оболочки преддверия полусти рта. При короткой губе и хорошо развитом альвеолярном отростке, при прогнохии, передние зубы следует ставить не на пластмассовом базисе, а притащивать их вплотную к безумному альвеолярному отростку. Такой способ постановки принято называть на приточке. При длинной губе и большой атрофе альвеолярного отростка передние зубы ставят на пластмассовом базисе, то есть на искусственной десне. Дистальная граница базиса съемных зубных протезов в верхней челюсти зависит от величины и топографии дефекта зубного ряда. При двухсторонних и односторонних концевих дефектах зубного ряда 1-2 класса по Кеннеди, дистальная граница базиса съемных зубных протезов проходит впереди от линии А с обязательным перекрытием бугров в верхней челюсти. При выраженном торусе твердого нёба необходимо исключить контакт базиса протеза с листой оболочкой этого образования для предупреждения ее травмирования и возникновения балансирования протеза. Для этого на внутренней поверхности базиса протеза против локализации торуса создается изоляция или камера глубиной 0,5 мм. При большом количестве оставшихся зубов торус можно обойти, не покрывая его базисом. Все сохранившиеся боковые зубы на верхней челюсти перекрываются базисом протеза на две трети высоты коронки. Резцы и клыки на верхней челюсти перекрываются лишь на одну треть, то есть до нёбных бугров. Базис протеза верхней челюсти на своде нёба имеет в основном толщину восковой базисной пластинки 1,8-2 мм. В местах прилегания к естественным зубам он несколько утолщается, ближе к линии А он истончается. Теперь рассмотрим границы базиса на верхней и нижней челюсти. Границы базиса на нижней челюсти. Счёчная и губная поверхности края базиса протеза в области отсутствующих зубов проходит, не доходя до самой глубокой точки переходной складки, на 0,5 или 1 мм, обходя уздечки нижней губы и подвижные тяжи слизистой оболочки преддверия полости рта. При двухсторонних концевых дефектах базис протеза перекрывает слизистые бугарки нижней челюсти полностью, если они плотные, или до половины их протяжённости, если они подвижные. При одностороннем дистально неограниченном дефекте зубного ряда нижней челюсти, это второй класс по клонете, дистальная граница базиса съёмных зубных протезов проходит на стороне отсутствующих зубов, до слизистого бугарка, а на противоположной половине заканчивается в междузубном промежутке маляров или второго премоляра и первого маляра. Слизистая граница базиса съёмных зубных протезов на нижней челюсти перекрывает внутреннюю косую линию, далее идёт, не доходя до самой глубокой точки переходной складки на 0,5-1 мм, огибая узличку языка. Все сохранившиеся зубы на нижней челюсти перекрываются базисом протеза не менее чем на 1-2 высоты коронки. Рассмотрим клинико-лабораторный этап изготовления протеза. Первый клинический этап основывается на получении полных анагомических оттисков, при этом используя альгинатные материалы. Получают два рабочих или рабочий вспомогательный оттиск. Следующий этап лабораторный. Это изготовление гипсовых моделей, также происходит отчерчивание границ съёмного протеза, изготовление восковых базисов с эксклюзионными валиками. Клинический этап. Определение центральной окклюзии, также подбор искусственных зубов. Лабораторный этап. Загипсовка моделей в артикулятор или же окклюдатор в положении центральной окклюзии. Также это постановка искусственных зубов и изготовление клаверов. При проведении следующего клинического этапа проверяются восковые базисы с искусственными зубами в полости рта. Лабораторный этап. Окончательное моделирование. Замена воска на пластмассу. Также происходит полимеризация пластмассы, извлечения протеза, его обработка, шлифовка и полировка. Последний клинический этап. Это припасовка протеза уже непосредственно в полость рта. Проведение коррекции, если она требуется. И обучение пациента правилам пользования протезом. К уходу за полость рта. На этом лекция заканчивается. До свидания. Продолжение следует...